Всем привет, друзья! Меня зовут Богатейший Ди. Менее чем через 2 месяца Litecoin ожидает халвинг. Такое событие происходит каждые 4 года. В это время награда майнера монеты Litecoin сокращается вдвое, падая с 25 до 12,5 Litecoin за найденный блок. Но сегодня я хочу поговорить о том, что именно вам нужно знать о ценовых ожиданиях от Litecoin к концу этого года, а также стоит ли инвестировать в Litecoin сегодня по нынешней цене, или вам стоит закупиться уже после халвинга. И не в последнюю очередь я хочу поделиться с вами некоторыми исследованиями, которые я провел по поводу Litecoin за последние несколько дней, а также я объясню, почему в краткосрочной перспективе эта монета выглядит побычье. Итак, прежде всего, что же такое Litecoin? Litecoin это интернет-валюта, которая позволяет осуществлять мгновенные платежи без участия третьей стороны и практически без комиссии, причем по всему миру. Это значит, что данная монета годится для любой ежедневной транзакции, например, оплатить завтрак в ресторане или ночь в отеле. Также Litecoin является глобальной платежной сетью с открытым исходным кодом. Она полностью децентрализована и не имеет какого-либо централизованного управления. Так что, если вам нравится биткоин, то и Litecoin придется вам по вкусу, потому что эта монета построена точно так же, только при этом она более быстрая и дешевая. Осталось всего 56 дней, и вознаграждение за блок будет сокращено вдвое. Но что это значит для вас, как для инвестора? Что такое вознаграждение за блок? Вознаграждение за блок – это количество монет, присужденных майнерам в качестве доказательства их работы. Поэтому, когда майнеры решают использовать свои вычислительные мощности, они предоставляют свою хэш-мощность для проверки транзакций в сети, и получают за это свое вознаграждение. Сейчас каждый майнер, который решает эту математическую задачку, получает за блок 25 монет. И таким образом поддерживается безопасность в сети. Но почему халвинг вызывает ценовой скачок? Ведь общее предложение лайткоинов не меняется. Их как будет 84 миллиона, столько же и останется. И все же, по какой причине халвинг приводит к тому, что цена так сильно реагирует? Потому что отчасти это напоминает миру о том, что лайткоин является дефицитной монетой. Халвинг дает ему больше ценности, поэтому когда награда и инфляция, соответственно, сокращаются вдвое, спрос начинает расти. Но прежде чем мы будем строить предположение о будущем лайткоина в течение следующих двух месяцев, давайте посмотрим на его историческое прошлое. Но я хочу отметить, что это всего лишь предположение, и я не являюсь финансовым консультантом. Но сперва давайте посмотрим на прошлое биткоина. В прошлый раз, когда биткоин пережил свой первый халвинг, произошедший в 2012 году, сначала его цена не сильно поражала воображение своими движениями, просто продолжался постепенный рост. Однако после халвинга цена действительно взлетела, потому что это было напоминанием сообщества о том, что биткоин это дефицитный ресурс. Через 4 года у биткоина был новый халвинг, произошедший в июле 2016. В этот раз люди были готовы к этому, они были взволнованы этим, и цена росла в течение нескольких недель, прежде чем это произошло. Но затем, когда халвинг произошел, люди начали продавать биткоин. Так что в этом случае лучшее время для покупки было за 2 месяца до очередного халвинга. Но даже если бы вы купили биткоин в день халвинга, вам просто нужно было бы подождать, потому что напоминаю, дефицитность монеты никуда не делась. Но теперь давайте посмотрим на лайткоин. 4 года назад лайткоин увидел свой первый халвинг. И что мы можем наблюдать? Это был еще один случай, когда люди закупились до события, а продавали уже во время его. Люди вновь были взволнованы по поводу халвинга лайткоина еще до того, как это произошло. Возможно, именно этот сценарий рисуется и сейчас. Ведь лайткоин уже неплохо вырос еще до халвинга. Тогда лайткоин вырос со своей минимальной отметки до максимальной 8 раз. Точнее, с 1 доллара 12 центов до 8 долларов 72. Но сегодня такой потенциальный памп позволит монете лайткоина стоить почти 800 долларов в течение следующих двух месяцев. Но знаете, давайте не будем думать, что все то же самое может сработать и сейчас. Прежде всего, скорость хеширования для лайткоина сильно отличается от скорости хеширования 4-летней давности. Сложность майнинга монеты лайткоина также достигла небывало высокого уровня и находится на историческом хае. Даже в 2017 году она не находилась на таких высоких уровнях. Но при этом майнеров стало больше, что увеличило уровень майнинга монеты. Это значит, что чем выше сложность майнинга, тем безопаснее сеть. И мы можем проверить это на исторической диаграмме хешрейта лайткоина. Что мы можем увидеть? Безопасность сети лайткоина практически находится на исторических пиках. Еще никогда в истории ее безопасность не была настолько высокой. Безусловно, это обычный признак. Но позвольте мне кое-что предложить. Давайте сравним хешрейты лайткоина и эфириума. Синим цветом указан эфириум, а красным лайткоин. Конечно, это две разные монеты, которые делают совершенно разные вещи, но давайте мы просто сравним их безопасность. Кажется, лайткоин сейчас значительно превосходит эфириум. Мы также можем сравнить лайткоин со многими другими монетами, например, токеном XRP. Но здесь ничего не произойдет, потому что XRP не работает на консенсусе Proof of Work. Если вы выберете биткоин, то согласитесь, их довольно сложно сравнивать, потому что сеть биткоина значительно превосходит любую монету. Он настолько их превосходит, что графики лайткоина и эфириума затерялись где-то внизу. Биткоин намного безопаснее. Но хочу сказать вам, что хешрейт не гарантирует повышение цены. Знаете, все это говорит мне о том, что майнеры видят ценность в лайткоине. Сейчас они считают эту монету прибыльной. Они добывают ее и в настоящий момент это выгодно для них. И более того, они ставят на то, что в ближайшие месяцы они получат куда больше прибыли благодаря лайткоину. Поэтому и майнят его. Да, майнеры заработают на лайткоине, но что насчет нас? Вы знаете, что в большей степени я не особо люблю торговать. И мне больше нравится быть долгосрочным инвестором. Поэтому, когда я рассматриваю какую-либо монету, мне очень важно ее принятие. На самом деле, на данный момент мы видим большое принятие лайткоина. По крайней мере, уж точно больше, чем 4 года назад. И да, я считаю, что это действительно поможет цене. И одна вещь, которая действительно мне нравится в лайткоине, это то, что она появилась довольно давно. У нее насыщенная история. Как правило, любой торговец, который принимает биткоин, чаще всего принимает и лайткоин. Я слышал, что некоторые люди говорили, что они собираются держать деньги в биткоинах, но расплачиваться именно лайткоином. То есть, биткоин будет средством сбережения, а лайткоин, соответственно, средством обмена. Опять же, мы можем с вами проверить это. Мы видим исторический график транзакций лайткоина за последние 8 лет. Да, это количество транзакций в блокчейне за сутки. Мы видим, что за последние 2 года количество транзакций, происходящих в сети лайткоина, остается довольно стабильным. Даже несмотря на падение рынка в 2018 и начале 2019 года. Безусловно, то, что транзакции лайткоина показывают такую устойчивую стабильность, является положительным знаком. И, наконец, что не менее важно, насколько децентрализована сеть лайткоина. В сети лайткоина насчитывается почти 1900 нодов, что впечатляет. Для сравнения, у биткоина имеется почти 10 тысяч нодов, но показатель почти в 2000 нодов для лайткоина является довольно неплохим. Как вы видите, больше всего нодов лайткоина в США, в Германии чуть поменьше, на третьем месте расположилась Франция. Все оставшееся распределилось между другими странами. Довольно-таки децентрализованно, не так ли? Давайте подытожим. Исходя из моего исследования, я сейчас более чем оптимистичен в отношении лайткоина, чем я был 2 дня назад. Были люди, которые говорили мне, «Эй, я настоятельно не рекомендую покупать тебе лайткоин, никакого пампа не будет». Но давайте сравним цену лайткоина с ценой биткоина за последние полгода. Мы знаем, что в течение последних нескольких месяцев биткоин завоевывал господство, в то время как все альткоины продолжали падать. Мы видим, что цена лайткоина, несмотря на падение альтернативных монет, выросла по сравнению с долларом, но и по отношению к биткоину она тоже осталась довольно хорошей. Даже если она и не затмила биткоин, она осталась в стабильном равновесии с его ценой. Так что, на мой взгляд, у монеты лайткоина определенно есть куда расти. Но если биткоин, возможно, начнет падать в течение следующих 30 или 60 дней, то лайткоин, безусловно, последует за ним. Но, как я уже говорил в начале этого видео, лайткоин в скором времени напомнит всем о том, что он является дефицитным ресурсом. Это все на сегодня, ребята. Делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал, на телеграм, группу вконтакте, все ссылки будут в описании, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин